добрый день 24 ноября 15 05 по москве и мы продолжаем следить за эпик лигой сегодня посмотрим еще 3b о 3 начинаем этот игровой день с матча вин страйк и yellow субмарин yellow субмарина команда вне конкуренции идет на первом месте и навряд ли кто-то сможет yellow субмарин обогнать 5 побед 0 поражений только одну карту они не смогли забрать в свою пользу против команды nip в общем yellow субмарин были близки к тому чтобы попасть в первый дивизион и мы видим по этому турниру по второму дивизиону что они в общем то наверное даже против команды из первого дивизиона может против каких-то же астеррор в будущих матчах да не считая того финального могли бы бороться и глядишь там заняли бы какое-то место бы могли бы дальше играть и в плыве ну как я села субмарин 2 дивизион борются они не за такой большой призовой как полмиллиона долларов суммарно на все команды а только 50 тысяч долларов немного ребятам просто не повезло тем не менее это задел на будущее команда развивается мы видим что перспективно она очень будем смотреть yellow субмарин винстрайк лекс и форс никита привет привет добрый день только что закончил небольшую сессию матчмейкинге вот сразу можно посмотреть второй дивизион не видел особо что кто-то из ребят разыгрывался на самом деле здесь потому что что все они сидели в сети просто не знаю может им это и просто-напросто не требуется вот но обычные игроки стараются поиграть хотя буквально парочку и мемчиков перед перед серией чтобы раскликаться немножко по драфту у нас вайпер которого забрали против спектры вот и даже наверное можно сказать что они подожди это был висп спектра дабл пик это был висп спектра дабл пик и вайпера забрали винстрайки на как бы закрывающий в первой стадии драфта но это все равно не но с другой стороны блин с другой стороны ты ж если забанишь вайпера прям в начале то соперник сам спектру может пикнуть правильно на фпм вариант поэтому так банить вайпера прям сразу это слишком слишком опасно можно сопернику отдать просто этого персонажа тут еще и элдер титан появляется герой довольно неплохой против спектра как мне кажется только надеюсь что это будет позиция 5 потому что хотя погоди чё это вообще выходит это получается марс вайпер получается вайпер мид а вот не факт не факт вайпер мне кажется четверкой может оказаться например вообще конечно может я просто вижу винстрайк класс пика я понимаю что хорошему какой-то мид еще взять чтобы закрыть героя сверху вайпер это можно на пятерку поставить на четверку и на мид и на оффлейн это понятно честно говоря мне вообще не нравится вот этот комбинация саппортов из порокал сейчас yellow submarine нужно двух каких-то максимально агрессивных героев взять вот максимально агрессивных лишь рака вот они могли бы сами попытаться пикнуть но его уже взяли винстрайке есть снэпфайр вот каком там снэпфайр эмбер снэпфайр воет спирит который в бане или там снэпфайр шторм спирит вот как как-то так попытаться раздрафтить потому что когда у тебя два таких сейвящих персонажа то есть в данный момент у команды yellow submarine из атакующих способностей это нож спектры как бы ну типа все до оракла есть комбинация 1 3 но это очень мало эффективно потому что это в одного героя и это как бы не очень хорошо забирают они инвокера на четвертый пик это квас векс ну то есть если это квас векс а это скорее всего квас векс то в принципе он неплохо сочетается против не с кем-то сочетается против так нельзя сказать он неплохо работает против титана но контрить инвокером медовым титана позиции 5 это как-то ну мягко говоря стран вот и скиллы у него есть атакующего этого инвокера но этого мало и нужен еще очень 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 агрессивный какой-то персонаж скорее всего этот персонаж будет играть с виспом на линии и я думаю что ну то есть придумать какого-то оптимально хорошего героя который бы с виспом играл на линии и был бы очень полезным со скиллами я честно говоря не могу то есть это вот слордар который в бане он бы мог хорошо сработать это ну я не знаю легионка наверное какая-то теоретически но легионка это не то чтобы персонаж с большим количеством скиллов полезных ну вот не знаю вот тут неплохие варианты могли бы быть что-то типа пока и снэпфайр но они с виспом не очень хорошо играют вот поэтому я не знаю чую еллу сабмарин сейчас выберут они конечно могут на скелле переиграть но мне кажется что типа такой драфта не очень хорошо работает в нынешней мете как бы по драфту мне кажется у винстрайк пока все хорошо есть у них есть герои которые закрывают спектру у них есть потенциально неплохая пара как бы вот до вайпер марс или там титан марс хотя ставить титана на линию кораклу это него не очень хорошо он просто все будет диспейлить можно вообще в конце не ну лишь рака то не поставить короче лишь рак должен быть мид и вот вайпер титан это один из саппортов кажется вот как то так на страйке захотят сделать и ласпик но сейчас героя для своего кэри вот посмотрит чё там есть а чё там вообще есть тролль какой-то воет баня воет свин по а м life stealer terror blade все в бане на вариант не шибко много то есть помнить там дровка еще какая-то есть наверное дровка она и без венги достаточно мощный герой есть кем прикрыть спектру уже давно не является прям такой прямой контроль дроу рейнджер если честно раньше так это вообще были похороны для дровки если ты на дровке играешь а против тебя спектра тебе прям пипец как трудно вот это же самое если ты против фантомки играешь забанили акса ему что тролли хотят взять тролль норм будет куда тролль наверх нет на длин стайк на станов не только мандо елла самарин вообще ну такие да у них героя бисмастер кентавр какой как-то как как-то у них не нюков нет не станов нет особо говорю типа подра мне мне не нравится прямо драфт они могут на скиле переиграть но кентавра взяли но это такое как бы неплохо но не идеально ну под виспа наверно ладно под виспа это лучшее что можно было найти пожалуй под виспа тут либо легионка либо кентавр реально им нужен был стан они нашли стан то есть там и забываем про вайпера то есть какой-то и hunter тоже может быть мог бы быть на вайпер очень сильно будут мешать ему по игре хорошо но ела суммарин как ты говоришь правильно в общем пытаться играть от скилла и если мы даже взглянем на коэффициент от пари матча тут 125 елла суммарина и почти 4 наверно страйк новин страйк это очень круто на пик или по итогу смотрим я мечтая меч на марта четверка марс получается вайпер вайпер три вайпер три могли наоборот сделать без проблем да я тоже думаю что могли без проблем наоборот сделать просто вайпер он как-то в последнее время вообще перестал ходить на саппорт позиции я помню его и на пост 5 видел в каптанз моде да и в матчмейкинге тоже его там брали на пост 5 он довольно мерзкий как бы герой на первых уровнях тебя просто заплёвывает ядом ты ничего не можешь сделать не можешь подойти крипов не переагривает когда в тебя первым сплом плюется ну а потом чё от него надо по игре тучу кинул там в спектру и был таков и ульту там в кого-то зарядил ладно посмотрим через этого получится игроки у нас уже разобрали героев а для наших зрителей нас есть несколько рекламных ставок забудь о тормозах на стриме плохой картинки ведь именно для тебя мегафон сделал ненормально быстро интернет смотри все трансляции пиклик на ненормальных скоростях вместе с мегафоном самым быстрым партнером нашего турнира хвл эксклюзивный автомобильный партнер трансляции пиклик в мире киберспорта ведет игру на максималка рейбл последний раз играя на лишь раке довольно много раз умер как-то у него не задалась игра вот возможно он немножко потренился в мм так сказать про чувствовал героя чуть лучше и сейчас нам покажет чему научился и интересно что еще матчи будут долги долги а то есть вплоть до первого сентября а для вин страйков это уже последняя игра они уже для первого декабря к наверное на виду а 1 декабря конечно они уже свои игры сыграли остается последняя игра против команды yellow submarine в данный момент они на третьем месте их 4-4 за не вдруг проиграют там гамбиты идут 3-0 там спайдер пикс идут 3-1 лифту вин 3-1 так то можно подвинуться вплоть и до 6 а то и до седьмого места так что игр они сыграли много желательно здесь побеждать но противник такой которого пока как я говорил ранее никто вообще не обыгрывал айт смотреть первый матч на сегодня я думаю что в общем-то вин страйк одну карту могут отжать тем более что на драфт или они по итогу неплохо но посмотрим и о кентавр вот это спектр всегда которая удивляет нас и инвокер мы не могу сказать что много про торонто только сказали как он вот или сможет его кирт выиграть не один конечно у львиную долю импакта дать поглядим вас в x-in walker разговаривал на думаю по моим играть смысла нет да сейчас не играют вообще в экзорд просто никто не играет я ни разу не видел за последние матчи наверно 40 сколько вот инвокеров и в матчмейкинге и в каптанз моде чтоб ну не считая там конечно оверейджи типа там под топ 2000 имморталов реально сильных игроков там где-нибудь там топ-200 топ-300 игроков на инвокерах которые играют именно в квас вексах от они вот именно такие и в цеме тоже у нас в экзорд почти никто не играет там единственное исключение составляют матчи где у тебя вводят в команде это это ты сми до играешь в квас векс можешь выйти в мидас там потом экзорд раскачать и уже там через катаклизм играть он вспомни например мы как раз комментировали игру вчера ж наверное комментировали до nip играли то с гамбитами да там карту же которые гамбиты проиграли вторую там же был инвокер плюс воид в команде или то они там был инвокер террорблейд все извините мне почему-то сказал что там инвокер а там был маг там был инвокер магнус и под конец карты там уже магнус давал рп и инвокер туда катаклизма фигачил потому что это было потому что 50 минута мокер был раскаченный у него был агонимый экзорд хороший вот точно также свой дом обычно происходит ты играя в команде с таким персонажем популярным если он как-то доживает там до стадии пиков вот ты просто играешь в квас векс а впоследствии потихонечку переквалифицируешься в экзорд и уже там санстрайками метеоритами помогаешь главная что не против титана стоит это самое приятное для команды страйк поэтому титан получает урон никто его сбрасывать не будет дукалис выходит несколько ударов сделал много урона коллапс получил джиггернаут раскрутился постоянно атаковать не получится все-таки крутилка стулдауна очень высоким стану же по дукалису дукалис разменивается активно там все же под сотню урона есть поэтому может себе это позволить вот по шарику ударить немного можно какая прям будет контактная линия снизу я думаю будут играть силу суммарин максимально аккуратно здесь про какое-то нападение говорит глупо марс вайпер 20 достаточно жирный героев брони хватает что наверное фп мы на топе будем ожидать и о полетел очень далеко улетают пока будет жить реген улетает просто секунды кентавр уже без регена в ее остается два танго запулил только что кентавра одно у джиггернаута тоже три танго было 6 у титана 1 танго реген улетел за две минуты весь или почти весь так инвокер квас фэкс торнадо емп на готове рейбал аккуратненько бегает понимать что главное не подставиться под емп выходит оранж крипа молнии добивает видеть какая прокачка в этот раз то есть мы вообще если там два молнии в один вообще да если бы он тут получил торнадо плюс колл снэп он умер но инвокера маны нет настолько скиллов у него 180 ман и колл снап вроде сотку стоит если я правильно помню стики у нее не заряжены так что да так что тут он вообще никак не умирал пока все средненько средненько инвокер не обыгрывает лишь рака хотя я вообще не знаю существует ли такой матч-ап который инвокер может именно выиграть прям знаешь салат под квас виксовый инвокер наверное что можно придумать какого-то героя может не самого обычного ну при этом инвокер то стоит стабильно бывает конечно герои которые прям инвокера уничтожают в целом против лишь рака постоит нормально мана закончилась надо на емп заработать сюжет рада емпа попасть ману себе восстановить немножко там на топе снова что-то происходит у калис вышел пытает шарик немножко побить уже больше сотни урона руками есть а джиггернаут в фармит хотя так смотрю не идеально то у него крипстат в данную секунду а в 16 крипов да какая-то часть лесных но я вижу просто очень много динаев вот почему джиггернаут мало крипов добил 9 динаев за три минуты и ответ инки тавра с брейсером стартанул него ласт хит хорош хорошо так блэйд фьюри жмет прямо в стомп джиггернаут но все равно вот он не особо так сказать чтоб выгодно прям трейдил сюда да то есть он вроде все нормально прожал все красиво сделал а у кентавра все равно хп регент под тизером невероятно большой и к тому же он еще и умудряется ну как бы в ответ там урон наносить какой-никакой там крепочки бьют где-то там он там еще на развороте пару пичик дает и получается что как бы джиггер наносит урок на сам при этом получает ресурсы джиггер уже как бы концу подходит него лишь рак может умереть на миде посмотри что происходит нажимается фэрик все-таки мисс слоу граунда очень нужно было удар в колд снэп лишь рак выживает ресурсов у него еще хватает у него манга плюс боттл есть инвокер забирает в общем то не особо полезную руну даже не знаю что тут может с этими людьми можно подкурс сыграть наверное да и классная появляется может попробовать он снайп иллюзии начинает бить и рейбл больно но похоже будет жить инвокер идет манга можно дать плюс торнадо но не рискнул оркал погибаете временем снизу бы снизу да да велика понимаю копье это под тучи под диким медлением гитора помочь никак не может хотя бы оракал ческать это слабо если че привезет если бук спектра спектр ничего не выкладывает продолжает стоять и аккуратно фармить пбс за вин страйками при этом я у суммарин в целом пока ситуация на карте контролируется у бэд выходит на руну находится духа леса оверчарж стука леса можно поразмениваться ну просто потому что у него то урон не так уж и много и о с хедроской с брайсером но и вторая руна за тука лесу может быть у калису убьют я думаю на это раз большой инвокер по самой шаг посмотрел побегал инвокер там рядом был от релы калису брожила не может даже т.п. нажать не куру не догнал хотел куру убить хотя он понимал что тяжело будет идти он мог сделать его давать до сюда добежать и попытаться нажать т.п. максимально зарегенится и там виспу надо было бы 4 атаки дать чтоб его убить или 5 даже кажется что он мог бы успеть ну в теории мог бы ладно не стал этого делать ничего страшного виспу там за ним побегал какие-то деньги заработал в этот момент кентавр стоял как бы один то есть агрессив чайл да так не сильно напрягал скорее всего вот как там на харде то дела у винстрайков спектра тоже определенные трудности испытывает конечно с фармом здесь и тора против вайпера стоять не очень просто да это не просто вайпер этой марс этот который копья кидает постоянно тебе реально могут убивать так что я думаю еще неплохо держится все терпимо сейчас брат с ворд блогмейл уже можно будет перетягиваться в лесочек потихонечку джиггернаута не сказать что тоже идеально стоит сюда он под вардами с маской выстроить но душу под душу это вершарж лапс уже никак не дотягивается ребята решили попробовать другую цель побить тукались тоже уходит слишком он быстрый дальше фармить руна для лишь рака лежит невидимость можно и активировать ведь что пропить еще и забрать паунти приятно будет делать стаки еще лишь рак тебе не себе ну да видимо сам себе любимому решил н что не стакать решил стакнуть себе большой кэмп а так ему надо сейчас нейтральные шмотки выбить это очень мне кажется важно когда ты с мидом персонажем который может легко фармить лесные вещи вот так вот подстакиваешь легкий кэмп или средний кэмп потом приходишь со смотришь очку баунти блин откопает ботал себе перезарядить ну ладно выкопал на ранней стадии там на седьмой-восьмой минуте пойдешь куда-нибудь гангать либо себя подлечить либо тиммейту какому-нибудь дать там допустим там вайпер у которого очень сильно просадит в топе выходит гангать инвокер подвис по здесь через колл снэпчик забирают калиса заряда в урну пока нет вообще урну будет делать инвокер или пока не планирует пока у него два нуля стики и планируется покупка фейзов я заметил что торонто токио частенько скипает урну на квас векс инвокере и берет какие-то другие предметы например например миттер хаммер он часто очень использует вот и я там как-то ну пытался там провести аналитику там смотрел насколько это как бы насколько это вообще рентабельный предмет торнадо летит не попадает собирает дабл дэмэдж гейпп тоже не попадает и ну какой стороны посмотреть не попадает он ведь давал торнадо чтобы перекрыть проход дону и забрать спокойно вот эту руну которая делает фраг так что а ведь можно было бы кинуть торнадо за дизейблите подобрать ну это было бы вообще классная проблема и вижу на было не так много ребята видели справа и все все хорошо получилось руна есть его понимает что на топе пока делать нечего пусть им кентавер по экспица в конце концов уровень 6 доберет а инвокера можно уже попушить посмотреть оверчарж локер ст.д и по урону прям очень солидно скорость атаки на уровне классно спектра пытается не вайпер немножко побить пока без вайпер страйка может быть стоило начинать но испугались что ютора мог бы на топ например полететь через хаунд и просто пути из этого ганга или с хелен вард или нет или пока нет агрессив чай отыграется но кентавер просто догоняет снизу спектра аккуратничает это рада покупает именно бродс вортом не какой-то черемел дешевый а подороже предмет именно чтобы урон получить и перетягивается бит наверно треугольник по этой китору на месте просто крипов собаку поблизости нет поэтому да и кроме леса стран разменяли бит на бот для елсу марин прекрасный размер должен быть ребята довольно коэффициент от паримач не особо меняются немного укрепились винстрайк 315 елл суммарина 1 и на первую карту пока винстрайки играют контролируемую доту джиггернаут с москов мэднес уже я второй раз такой билд вижу голым он боится потом уже ботинок и все остальное мы с тобой вчера это видели да мне кажется это правильное решение вообще в принципе на джиггернауте при любых обстоятельствах брать мам первым слотом потому что это и подкачка леса и урон сомни слэша два в одном флаконе знаешь и одновременно пассивный билд чтобы фармить и одновременно агрессивный билд чтобы убивать выходит на кентавра потом здесь титан вместе с вайпером но я не знаю у кентавра есть стомпит как его убить точно не выйдет вайпер страйк полетел в инвокер он его задоджил гостволком все четко красиво вайпер играет без траволов кстати говоря обратите внимание редкое достаточно явление потому что вайпер герой медленный фармить ему удается быстро только за счет постоянно перемещаясь по линиям через травола и тучу кидать в крипов так напали на вайпера и нету уровня поэтому задержать будет трудно но есть хаунд есть хаунд хорошее замедление с ножа хорошее замедление там под колдснепами минус вайпер моментально неплохой стан от лешего кстати джаггер приходит томп от кентавра плохой улетает отсюда спектра а под незеблит кажется больше не ищем лишь рак без мана ему нечего делать понимаешь тут не может даже драться особо джаггер наут сомни слэшем да неплохой вариант слишком много крипов пока непонятно куда собственно ультовать надо отлично торнадо еще и пила агрессив чайл да но у таки убивая титана джаггер наут с ультимейтом побегал с галфюри словом и понял что отраться пока не готов можно убивать один на один как-то старый лакин вот на марса на есть арена есть копье может быть что-то нажмет да нажимают бесполезно ну слушай добро минуту провели ял-субмарин прямо на топе и на фоне я бы сказал все 11 минут провели классно так то если посмотреть да там в топе по надворце у нас игрок центрального коридора команды винстрайк но потом идут раскаченные герои но там уже ситуация меняется постоянно как мы видим там не сильно большая разница короче ладно такое джайгер прыгает на долю получает стан будет фьюри появляется только сейчас до этого просто маны не было агрессив чалк очень много урона получил но и и упросил марс приходит очень было бы еще своевременно арена ее нет копье залетает орокол ультимейт надавать просто нюки перепадим флейм сам убивает дк фокуса стан от кентавра солнышко горит урона слишком много кентавра по всей видимости получил и живет стики активировал спрячется в лесу емп защитная погоня продолжается правда лишь рак с юлом инвокер нашли инвокер получает аст но не помню слов все равно в кулдауне и сбивают стрикс инвокера забирает тукали с дополнительные деньги а спектр в это время фармит пока я тора не реагируют на эти атаки ну и писал ты ему делать нечего ответка от команды винстрайк могли отомстить вайпера но потери минимальные ел суммари тут могли бы вдвоем и втроем оказаться в таверне так только один инвокер что конечно тоже неприятно кентавр блин почти стоит может немножечко пофармить буквально несколько минут этот блин взять того же лишь рака можно будет убивать мы видим что вайпер не получается быстро убить очень жирный поскольку видимо так вот там под кул снэпом два героя инвокер вообще не берут быстро а вот лишь рак 1100 хп 9 брони там за стан можно просто снова не выпустить уже и добить пока атака на инвокер он только появился как ты говорил любая митера хаммер рецепт уже есть инвокер по моему все погиб да 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 под арену тут ведь и ул не только стан юлы копьё залетает только лишь рак может работать но классно дважды инвокера убили экономические ему ситуацию прям хорошенько подгадили еще и пушат лишь рак диаболи ну а почему нет диаболики 4 вынуждены нажать тело суммарин глиф тут в общем-то и крипов особо не было пачка которая уже была еле живая минус глиф но разумеется венстрайком нужно мид забирать прежде всего снизу это потом попозже просто не зайти возвращается торонто токио ему тоже стоит митер хаммер дофармить кентаву оружие с блин даггером руна ускорения смоук и атака через блин немножко кривовато получается в общем то это не редкость вот такая открывает атака но видите к чему начать может привести что уже контр-атака от команды венстрайк инвокер под фейс-эдик там магический урон не получает все живы это должен был быть фраг на вайпере но тут прям тяжело тяжело даже если вы в команде играете долго и иногда такие вот появится неудачи как торнадо встан где такое ох как ладу 3 шарки то что это был автоюл у него было время было полсекунду среагировать станции более китовра анимация долгая стопит кентавр пытается убежать сбрасывается негативные эффекты мипошка на релокейте и у спасает тиммейта слушая может быть повоевать хаунд есть локер целом рядом на правда арена марса то есть вот я не знаю теории можно нет если нормально начать через торнадо то можно выстрел и сами испугались подняли что почему ставится арена трех героев закрыли пытается вайпера быстро убить торнадо на лишь рака оракл ультимейт на ио пошел омни слэш больно кентавра весь урон питывает просто в себя один бедняга и ио много урона питал но под флаской может быть и выживет не слишком много урона это уже два в один инвокера поднимают фьюл погоня за ним лишь рак правда без маны марс тоже без маны фэрик активирован спектр в спине дайгер выкидывает ну и тору уходит торонто токио уходит снова драка не пользу команды лсу марину живут третий раз то там то соло выходы на инвокере то полноценные драки это да проигрывают суммарно как не очень хорошо получилось я и у супмарин но главное что спектра живая инвокер живой а остальное как бы приложится они подкачиваются что-то там получают через следующий хаунд можно попытаться еще повоевать еще как-то подраться джаггер у нас пока без бф а то есть он не обгоняет спектр прям так уж супер сильно а то сула пера появляется урна пытаются его в драке каждый раз убивать первым понятно причинам спектра нормальным дамки не может появиться с этом вайпер постоянно тучи раскидывает а как-то тяжело от дека фокус крепкий орешек который убивать в общем в страйке будут бороться я думаю и коэффициент на удивление коэффициент не особо от паре мочи меняются 1 40 елла суммарин 2 80 страйк нами страйки каждой минуты укрепляются вы немножко по чуть-чуть даже говорю сразу тут как минимум стоит бороться потому что у тебя вайпер спектру пикнут то есть как бы спектре уже можно усложнить жизнь при желании если все будет более-менее в порядке пока не сказать что у инсток прям все плохо даже наоборот наверно джаггер сейчас вы форме тбф начнет очень много получается буквально чуть-чуть тут осталось так аккаунт у нас следующий через 30 секунд кентавра есть даггер интересно только как как-то вот наш не вяжется просто вот этот вот драфт немного друг с другом потому что у кентавра есть блинка то он как раз должен где-то с этапе фраги под релокейт а висп играет вместе с ним на релокейте марс убьют но блин не нужен ты к этому имеешь ввиду что в общем то либо блин я силу будет или как я к тому что очень удобно играть с виспом когда у тебя на кэри какой-то вот есть персонаж которого можно релокейтами возить вот ты например имеешь на харде или там допустим на миде у тебя там бэтрайдер до который с траволами бкб и даггером летает по карте ищет героев он прыгает цепляет кого-то а ты под это релокейт делаешь и здесь у елого субмарин у них вроде вот сейчас получилось да вот вот этот релокейт так вот марса забрать но это просто как бы позиция 4 то есть какого-то героя пожирнее там типа лишь рака я не знаю убьют они его уже или нет шака там и ул блин есть в конце концов то есть вот так просто то может и не взять уже будет ну то был бы это какой-нибудь опять таки свен или сларк или там цк какой-то но вот что-то привычное да и там кирокоптер взять до того-то того же самого с ними как-то попроще было бы то есть кентавр поискал давал бы станы а вы бы спокойненько релокейтились нам с герои и делали бы фраг но захотелось елого субмарином поиграть виспом принципе принципе стратегии с виспом они достаточно сильны просто сами по себе вот именно на базовом уровне поскольку это большая мобильность большая мобильность она всегда решает большая мобильность и контроль карты это очень важный параметр вдоль смолки нас винстрайки выходили что-то пытались замутить как-то на треугольник зашли поставили vision который сейчас мне пушка должен убрать моментально но уж слишком это очевидно было что здесь что-то варзили а вот и джиггернаут бесстрашно прям ходит не боится получить каких-то скиллов рандомных с другой стороны небо тюре есть рейбл и компания сейчас будут пытаться ломать вышку здесь хаунт имеется релокейт имеется вроде как все имеется может по дефать это джаггер поте рк в серединушке топе нет я не знаю кстати говорят топе драться надо почему они не форсят так у джаггер в боте ему некуда порталится на то только на аванпост там долги телепорт а у субмарины все есть хаунт блинки и станы инвокер сторона димп можно было бы заставить соперника вступить в драку в невыгодную для него драку может спектра просто манту хочет дождаться так смоук активирован команды винстрайк марс блин даггером лишь рак чё кроме траволов июла больше нет очень много денег запасе побежали вниз там пустота там вообще никого нет какой очень не знаете аккуратный ганки тайминге непонятно чего вообще бежать направо идти и руны уже отсутствует очень трусливо не на треугольник там не как-то пойти в лес поглубже по линии пытается найти здесь вот фармливать о кемпы пусты того нет как неудачный смог завершён какие-то варды ребят поставили несколько центре может опс и от того танк завершён манта стоял у спектры мокер постоянно в гостволоке на разведке бегает с глимер кейпом с грубого миттер хаммер и 14 уровень широко уровень 15 есть еще один смог если что если прям очень хочется снова атаку выйти не проблема сейчас ребята извин страйк бегают на вардах инвокер спине очень рискует инвокер ситуации там визита центре может оказаться все просто подловит рошана выход это вообще выглядит достаточно забавно спектр пыталась его бить это не самый быстрый процесс же термал темно это делать намного быстрее я вы часа цепили в адмайл кол снайпная мячая мяч и байбэка не будет случае там какой-то драки как бы могу купиться там арену резко поставить на драки пока и нет хотя смотрю погоня за агрессив чайлом платьюре есть а телепорта нет поэтому она будет перепутать просто уйти и ребята чувствуют что телепорт это реально нет надо убить вард как можно скорее вард ребят надо уничтожить но в общем там такую тпс жесткий зашел что вард этот особо был бы он там или не был ситуации бы не изменил спектр нажал аккаунт это дает свои плоды легкое убийство что интересно для мяпошки ну да у мяпошки там паре файл флэймс 4 поэтому нюк по четыре сотни урона понятно почему так хороший выход минус саппорт марс минус карет джиггернау с бутыл фьюри до более чем и сейчас через манту вообще совершенно спокойно рошана забирает команда делал субмарин минстраки сюда никак не могут прийти к контестить могут попытаться побросаться с пылами там можете танк как-то задержаться как мы видим это не помогает интересный билд конечно у инвокера такой необычный наверно покажешь героя не угадает что ты именно инвокер если можно подумать что это знаешь какой-нибудь тренд я не знаю но но тренду тоже глимер обычно не берут глимер он стал популярен но на многих коров вообще появляется так заметил при том на позиции мид стесняются брать там на морфе берут глимер даже на я даже на поле видел глимер а в чем идея в том что ты резис магически получаешь при активации или я если честно если честно я вот понимаю в чем прикол глимера для слордара как бы глимер он дает еще скорость атаки вот и при активации дает большой ну как бы маг резист а вот например hood of defiance который ты берешь он дает меньший маг резист но он просто всегда работает он пассивный то есть если ты глимер нажал своевременно то ты можешь реально очень-очень много урона прододжить вот вот этим вот собственно бафом на макс сопротивление и плюс у тебя еще скорость атаки разогнана тебе как для слордара это приятно да потому что ну либо ты там чаще бьешь больше башей даешь не вот что касается там пэлов и но пэлу тоже в общем то там скорость атаки плюс тут балка помните вроде как приятно но я видел пару раз просто буквально на пэле хоть у нас и пэл сам по себе герой не особо популярный а питьюн по моему как-то брал по мэме играл с ним я удивился типа ничего себе блин глимер кейп на пэле не видел такого ни разу никогда но на инвокере да тоже довольно любопытно смотрится при условии что у него как бы свой собственный есть госпол что пока небольшое затишье у инвокера очень много денег 2800 на кармане он еще даже ничего не поставил в квикбай что покупать это вот странно да то есть у тебя вроде бы защитный артефакт глимер есть и 1000 типа бкб хочешь взять ну типа как бы можно потому что тут очень много неприятных таких способностей которые бкб напали на дукалис убили его быстро без проблем там за колдснеп буквально анджи гернал то убить агрессив чайлд заметили его он плейдфьюри нажмет просто и убежит за ним не угнаться вообще не успевал никак да можно попытаться вот лишь рака как-то развести на бкб если ехать в него но игроки кого от лично лотос и улица лишь рак сам от своего собственного юла выкупается элдор титан пошел от посту виспу там другой части карты забрали марса что у нас по каунту каунт есть и не смогли тут за сейвить виспах из пытался сделать оркал прилетит может и подраться выкупается и о подходит оркал два телепорта на аванпост очень долго будет сюда и о конечно здесь погоня за элдор титаном марс выкупаться не хочет лишь рак аналогично торнадо попадает по вайперу хаунт он спектр только сейчас вайпер должны убивать их спектр оказывается дальше оказывается пока в эхо стомпе перелетает на джиггернаута баша нет санстрайк полетел санстрайк пока слабоват может быть был бы замакшена я бы сказал что шансы на убийство джиггернаута хорошие по одному байбеку итоге айгис сохранен лифрака нет еще 20 секунд то есть есть время и попушить глифа мы не видим у команды винстрайк еще какое-то время минуту нет ну ладно там титан очень сильно спамить сейчас своими стопами оверчарж на спектру подъезжает катапульта салакрити метеор хаммер ну ладно ладно тут конечно очень вовремя катапульта доехала и про метеор хаммер забывать не стоит и башня то падает на казарму но можно и остаться попробовать казарму побить аккуратненько очень надо делать катапульта бьет ранж казарму эхо стомп классный лишь рак станет стан по двоим спектр фэйт сетик тайгис в инвентарии еще 50 секунд есть эссенс ринг ставится арена от марса марса тоже в этой арене принимают вот уж унижение собственно арените убивает за несколько секунд там не слышит по инвокеру его дает тизер но в итоге нет спасения винвокер по итогу в таверне но спектр никто не трогает пока спектр воюет там саппортов грызет никакой реакции я не вижу и тора только после того как титан умер пытаются убить джиггернаут вообще байбек нажал кентавр врывается стан на вайпера спектр получает стан напоминаю из венитаре еще 27 секунд его по тизерам пытается и тора помогать если что имеет релокейт можно кого-то отсюда увозить если будут трудности и тора будут тиммейтом оракла и очень подрегенит кентавр получает вейт сэндик как же спасают кентавра как же долго он живет бьют уже вайпер вайпер пытается на телепорте уйти не уходит вайпер вайпер погибает байбек у нее есть агрессив чайл пытается уйти был там какой-то телепорт от широка на крипа и конечно же этот крип был уничтожен очень быстро ну что по и пока нету марсу титана а лишь рак в опасности вайпер понимает что дело пахнет жареным нужно выкупаться то ли широко то могут убить без за бкб и похоже его самарин скале лад мы классно повоевали мы очень много денег заработали в этой драке можно в общем то сейчас отойти и добрать закупиться вот инвокер например купил аганим кентавр также по моему аганим у вас купить что передумался что я вот не галь битта больше понятно чем там блокинг бар какой то на инвокер просто тоже вот glimmer meteor что вот еще ему нужна там от хекс тепле или или ш 올� ee ну аганим норм на самом деле подстан up чист окей добра там давать катаклизм о ли чем хорошо на ghost walk сейчас попытается найти или широкco убить лишь широко toronto токио не сможет но сможет заставить налажать как оба телепорт и на самом деле you же who you Ой-ой-ой-ой, да, тут хаунт есть, хаунт манта. Orb of Destruction из Кади. Вообще не уйти просто, никак не уйти здесь от этой Спектры, не спастись. И Viper, в котором стадио драфта кажется классным, это, конечно, не всегда контра. Это не всегда значит, что Спектр не сможет играть. Мы видим, что Спектр не остается на месте. Спектр там постоянно спасает, сбрасывает все негативные эффекты, не получается в атосе ее как-то держать. Это все не работает немножко. Инвокер поверил. Инвокер поверил, еще достану, что Кентавр застанет. Джекернаут, и его получится убить после байбэка. И не получилось. А, стоп, после байбэка, это выкуп доступен. Байбэк есть, в порядке. Реперер кит выпадает. О, то, что нужно. Микрогикот. Окушаем. Саппорту можно. Можно и Марс, в общем-то, отдать. По броне у него прям трудности, мы это видим. Тайгер в Агрессив Чайл, да? Идет Етора просто вперед, ему наплевать. На Фьюри, Агрессив Чайл, Скатит Аркбот. Это тяжело. Давай как тяжело-то, Агрессив Чайл. Ему хоть ультимейт нажимай. Мата Стайл тут же. Ну и много героев начинает распределять урон. Агрессив Чайл остается один против всех. Его, конечно же, убивает. Байбэк уже Гернаута есть. Выпадает Game of True Sight. Команда Yellow Submarine себе его с удовольствием забирает. Джиггернаут. Окупаться там можно. Беда в том, что не будет у меня слэша. Вайпер сейчас похожий. Все. Закончится. Без байбэка. Оказывается, оффлайнер команды Винстрайк. Ну и Yellow Submarine. Позже эту карту отдыхать уже не буду. Слишком все хорошо у них идет. Последние минут 10. Мы помним. Они дали слабину. Мы помним вот эти две смерти инвокера. Эти ганки хорошие были. Ну и после этого Yellow Submarine просто. Там в какой-то момент мы перешли в такую игру, где очень все было спокойно, вязко. Все фармили. Yellow Submarine немножко пофармили. И в итоге видим, что происходит. Катаклизм. Вот Эзериал. И вот Стан Кентавра. Кентавр ворвался. Получилось забавно. Минус на Марсе. В общем-то, не самый ценный фраг, конечно, за катаклизм. Определенно. Отойдет. Релокейт улетает. Нео-1. Торнадо по Лишараку мимо. Лишарак очень быстро. Зато Кентавр попадает. Там есть блокик бар. Эзериал по Лишараку. Лишарак еле живой, бедняга. Нажимает ПКБ. Будут его райт-кликать. Ятора прилетает на ультимейте. Снова на Лишарака, беднягу. Лишарак без байбэка можно попытаться и Трон побить, если что. Опять же, смешки какую-то шлеела Сумарин. Можно и Трон, можно и Мега-крипов. Можно и отойти. А, Винстрайки делают еще проще и пижут просто КБ. Да, тут уже не повоюешь, увы. Ну, были шансы, конечно, Винстрайков. И у Жиггернаута все вроде как было хорошо. И Лишарака прослеживалась тенденция, что он будет полезный, классный. Не было заметно вот этих вот выходов там под арену каких-то, знаешь. Вся игра строилась вокруг того, что Кентавр где-то там с Виспом прилетают на релокейте и убивают. Или Инвокер находит фраг какой-то и Спектра вот на хаунте влетает там со Скади. Ну, как последний фраг это было с Лишараком. Вот таких моментов мы можем назвать, наверное, с Питок у команды Yellow Submarine. А вот что-то, что в Винстрайке там где-то что-то активно себя проявили, как-то попытались выйти. Как-то я и не знаю даже. Ну, вот и Yellow Submarine. Видно, что чуть-чуть получше просто играют ребята. То есть, как бы драфт у них привычный для них непосредственно. Потому что и Торонто-Токио часто на Инвокере. И вот Мипошка на этом Морокле очень играет много и в матчмейкинге. И вот в Кэптанзмоде я постоянно его вижу. И Тора там на... Ну, у него Морф вроде бы любимый герой. Он на Морфе часто играет. Не помню, банили его или нет. Но на Спектре, я думаю, тоже не проще поиграть. Тоже нынче хороший персонаж. Нормально, на драфт или более-менее своих сигнатурок смогли закончить. Ничего удивительного, собственно. Ну, давайте идем на паузу. В ожидании второй карты. Пока Yellow Submarine вне конкуренции. Мы все ждем, ждем, ждем. Ну, не знаю, кто тут реально был противник. Наверное, Найпи единственная команда, которая была по-настоящему проблемной для Yellow Submarine. И, похоже, больше таких команд не будет. Ну, поглядим, что Минстрайки смогут сделать на второй карте. Пока пауза. Через 15 минут вернемся в эфир. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok